Конструктивной работы в ТКАК нет. Представители Украины заявили о тактике провокаций от РФ. Сейчас нет конструктивной работы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Российская Федерация ведет тактику провокаций, блокируя работу ТКАК. Об этом говорится в материале РБК «Украино обострение на Донбассе». Пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину? По словам представителя Донецка в украинской делегации в ТКАК Дениса Казанского, российская делегация и дальше прячется за спинами подконтрольных представителей Ордла во время заседаний. При этом в последние недели ситуация стала еще менее конструктивной из-за попыток привлечь к переговорам России новых и все менее понятных представителей ДНР и ЛНР. Представьте себе, идут какие-то международные переговоры, а тут открываются двери, заходят какие-то левые люди, кто-то залазит на стол. Вот это все выглядит примерно так, описывает ситуацию Казанский. Другой представитель украинской делегации Александр Мерешко также подтвердил, что Россия перешла исключительно к тактике провокации на уровне ТКАК. Непонятно, кто эти люди. Я всегда думал, что они часть российской делегации, как приглашенные ею на переговоры, но россияне открещиваются от представителей Ордла. Абсурд в квадрате. Эти приглашенные начали приводить своих приглашенных, сказал Мерешко. Он отметил, что обсуждать какие-то предметные вопросы в ТКАК стало уже совершенно невозможно. Выйти из этой ситуации, по его словам, может помочь переход на более высокий уровень нормандского формата. Ранее РБК Украина писала, что глава украинской делегации в ТКАК Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу пока заблокированы. Также Кравчук не исключил, что переговоры как могут перенести в Польшу.